Музыка Сегодня в программе. Что такое процессуальное шулерство? Прокуратура эти диски не представила, но представила документ, где написано черным по белому. Таких дисков суд не получит, потому что это тайна. Зачем прокурор Ибрагимова приписала Михаилу Ходорковскому изобретение термина «скважинная жидкость»? Как источниковед я вижу, что это было, как говорится, давным-давно. Как прокуроры углублялись в лингвистику? Мы услышали нечто. Музыка На прошедшей неделе в Хамомническом суде, в зале номер 7, произошло немало событий, требующих открытой дискуссии и анализа. Поэтому сегодня в нашу студию пресс-центра пришли Наталья Терехова, адвокат Михаила Ходорковского, и Мариета Чудакова, известный общественный деятель, филолог и литературовед. Здравствуйте. Здравствуйте. Я только не думаю, что я общественный деятель, я всегда говорю, я просто активный гражданин, больше ничего. И профессионал в своем деле. Активный гражданин. Общественный деятель нет все-таки. Я хочу начать с вопроса Натальи Тереховой. Один из ваших коллег назвал происходящее в суде процессуальным шулерством, а подзащитный говорил о симуляции судебного следствия. Вот какие факты и события об этом явно свидетельствуют из того, что было на этой неделе? Все, что происходило на этой неделе, на прошлой неделе, на позапрошлой неделе, все свидетельствует именно о том, о процессуальном шулерстве и о том, что следствия судебного в зале нет. Происходит непонятная процедура. Приходят свидетели, их называют свидетелями сторона обвинения, однако сведений об обстоятельствах совершенного преступления они сообщить не могут. Что касается процессуального шулерства, было заявлено в начале недели три ходатайства стороной защиты. Первое ходатайство было заявлено адвокатами, и адвокаты просили суд провести в Следственном комитете при Генеральной прокуратуре Российской Федерации выемку или обыск с целью отыскания, либо и изъятия дисков, на которых были записаны фонограммы. Прокуратура эти диски не приставила, но приставила документ, где написано черным по белому. Таких дисков суд не получит, потому что это тайна. В чем ценность этих записей? Ценности особой-то и нет, этих записей, и они особо и не соотносятся с предметом доказывания по этому делу. Вопрос в другом, что прокуратура зачитала якобы имеющийся телефонный разговор, записанный между двумя лицами. Речь идет о разговоре Светланы Бахминой и Дмитрия Голового. Однако первоисточника нет в материалах дела. Нам же сейчас прокуратура заявила, несмотря на решение суда о необходимости предоставить первоисточники, что таких записей они не предоставят. Но если таких записей нет, соответственно, не может быть и письменного документа, свидетельствующего о его наличии. Это что касается первого ходатайства. Второе ходатайство было заявлено Платоном Лебедевым, и оно было совершенно четко, конкретно, с просьбой к суду, чтобы в зал суда пришли эксперты, которые совместно со школьником, этот эксперт уже был допрошен в зале суда, проводили комиссионную оценочную экспертизу. Что касается двух первых ходатайства, которые я озвучила, просто мы не услышали никакого мнения, нам пообещали когда-то потом об этом рассказать. И вышли в итоге с ходатайством о продлении срока содержания под стражу. Причем одним из мотивов продления срока содержания под стражей ссылались доказательства на ту фонограмму, которую они до сих пор не предоставили в зал суда. Но не процессуальное ли это шулерство? Михаил Ходорковский просил прокуроров разъяснить ключевые термины, а прокуроры в лице, особенно Ибрагимовой, резко отказали ему в этом. Задача была очень проста. Либо сказать, да, Михаил Борисович, вы правильно все совершенно понимаете, как вы нам изложили. Либо сказать, нет, вы неправильно понимаете, мы вот вкладываем такой смысл в данные термины. Мы услышали нечто, я даже не могу сказать это мнением прокурора по заявленному ходатайству. Это были рассуждения на тему, владеет ли в достаточной степени русским языком Михаил Борисович, насколько он знаком с юриспруденцией, насколько грамотно его адвокаты, я уже и не говорю, насколько была возмутительна форма та, в которой высказывалась прокурор Ибрагимова. Михаил Ходорковский сказал, что если не удастся получить от прокуроров разъяснение по этим ключевым терминам, то, наверное, нужно будет обратиться к эксперту-лингвисту. Вот сегодня мы хотим обратиться к Мариете Чудаковой как к специалисту. Я поддерживаю всячески настойчивое желание подсудимых, чтобы им пояснили, в каком смысле прокуроры употребляют то или иное слово. Потому что я слежу за процессом следа и вижу совершенно недвусмысленно, что у прокуроров есть презумпции. Мне не раз говорили, ну вы же понимаете сами, почему эта фраза не может пройти. Я всегда говорила, нет, я не понимаю, пожалуйста, поясните мне. Так что вот эта необходимость, то есть принуждение, я бы сказала, к разъяснению, это вообще правильное поведение, на мой взгляд, даже и не на суде. Потому что нельзя допускать вот этих туманных, вернее так, вот именно представлений о том, все всё понимают одинаково. Нет, это не так. Вы мне чётко скажите, как вы понимаете это слово, и будем продолжать дальше разговор, имея в виду, что у нас общее представление об объёме этого понятия. Поэтому я не берусь натурально пояснять, что такое скважинная жидкость, но я подробно ознакомилась с тем, что на эту тему говорится, и мне ясно, что то, что вменяют Ходорковскому, что он сам это придумал, что это не так, как источниковед, я вижу, что это было, как говорится, давным-давно. Это я как филолог ясно видела, когда подменяет прокурор. Представляете, что это вот та жидкость, которая там что-то трамбует или временно замещает, ничего подобного. Какое-то отношение хотя филолога к этому, я могу понимать, как должен вестись процесс. И, по крайней мере, что Ибрагимова не имела права заявлять, что вы тут вроде того, что рыпаетесь, мы всё равно сделаем то, что мы хотим. Простите, суд – это состязательность сторон. Она была завоёвана когда-то в России в результате судебной реформы. 1864 года, потом надолго отменена советской властью, потом, наконец, снова вернулась. И мы не собираемся граждане своей страны ею жертвовать. А что можно понять вообще о процессе и о его участниках по тому, что они говорят и что они заявляют? Вот вы не могли бы такой портрет составить? А по всех участниках? Да. Я думаю, во-первых, ну, говорить о прокуроре Лахтине не очень трудно, потому что я сидела на нескольких заседаниях. Вот это само бормотание обвинительного заключения, оно само по себе, вот эта невнятная речь, которая половина, я спрашивала многих потом, я говорю, а вы всё расслышали, поняли? Да нет, какой-то, вроде, это возможно расслышать. Шохин и Ибрагимова без перерыва смеялись, обсуждая что-то, когда они уходили, а Шохину просто сказала, вы ведёте себя неподобающе на процессе. Почему вы смеёте в течение всего процесса, просто нарушаете этику, по-моему, процесса? Он, конечно, не стал отвечать, не пошёл, а потом мне сказали люди, которые сидели за их спинами, оказывается, на протяжении всего процесса, они друг другу показывали карикатуры, вот, которые на них же и рисуют, и, вроде, веселились. Вот это несерьёзное поведение, оно уже бросает тень, на мой взгляд, на прокуроров. Вот. Что касается двух подсудимых, то, конечно, их владение собой, их мужество, у любого человека не может не вызвать уважения. Для меня, вот, конечный результат процесса необычайно важен, как вот именно для активного гражданина страны.